Мы находимся в Петропавловской крепости, самой колыбели Санкт-Петербурга, у, пожалуй, самого необычного памятника города, памятника императору Петру Великому, работы скульптора Михаила Шемякина. Наш петербургский урод, как его иногда называют сами горожане. Действительно, памятник довольно специфический. Мы точно знаем, что Петр Великий никогда не был лысым. Более того, у Петра Великого никогда не было таких крючковатых пальцев. На самом деле, Шемякин опирался на самое достоверное из существующих изображений Петра – восковую персону, которая была выполнена после смерти государя и на сегодняшний день находится в Эрмитаже. И личная обувь, и личная одежда были использованы при создании этой скульптуры. Но Шемякин не был бы современным художником, если бы не покривил против натуры. Считается, что указанные искажения нужны Шемякину для демонстрации того, что Петр Великий – чрезвычайно противоречивая личность. С одной стороны, он Великий Император, Великий Создатель Великого Города. С другой стороны, Великий Палач. Петербург стоит на костях. Не зря так о нем говорят. Отсюда же мы с вами можем увидеть здание Гауптвахте, здание, которое строилось для наказания офицеров гарнизона, а на сегодняшний день там располагается администрация Музея Истории Санкт-Петербурга. Можно сказать, что администрация все время на Гауптвахте. Отсюда же мы видим зеленого цвета кусочек ворот. Ворота выглядят довольно живенько, но их название – Невские ворота или Ворота Смерти. На территории Петропавловской крепости в дореволюционную эпоху никого не казнили, но здесь сидело немало политических узников, которых подчас приговаривали к смертной казни. Их выводили через эти ворота, сажали на лодку и вывозили на место казни, где, как не парадоксально, сейчас находится театр юных зрителей, театр для школьников и дошколят. И еще два здания, на которые хотелось бы обратить внимание. Это, конечно же, морковного цвета здания инженерного дома, где трудились инженеры Петропавловской крепости. Ну и серого цвета здания – здания цехгауза, то есть арсенала. Во время Великой Отечественной войны здесь находилась ремонтная депо. Автомобили, шедшие по дороге жизни, вывозившие горожан и возвращавшиеся с продуктами под непрерывными бомбежками, ремонтировались именно здесь. Ну а теперь у вас есть возможность либо продолжить читать о достопримечательностях Петербурга, либо двинуться дальше по маршруту.